В канун Дня Победы на ледовом катке прошел праздник спорта. Ликовали болельщики хоккея. Сразу три матча в этот день увидел Ирсалинский лед. Каждая встреча была напряженной, но обо всем по порядку. Каждый вторник, четверг и воскресенье воспитанники Ярослава Зайцева собираются на ледовом катке. Это старшая группа, и в ней занимаются ребята 6-8 классов. Ранним утром 7 мая вместо привычной тренировки состоялся товарищеский матч, который юные хоккеисты посвятили Дню Великой Победы. В начальном для этого дня матче «Фортуна» была на стороне красных. Они и одержали победу со счетом 20-15. Времени до второй товарищеской игры остается совсем немного. И вот несколько слов о составах. Сегодня впервые на лед выходят ребята 2009 года рождения. Большинство из них хоккеем занимаются первый год. Младших леймингов тренер команды Александр Журавлев поделил на два равных поведению игры состава. Одних будет вести сам наставник, вторым будет помогать другой тренер детско-юношеской спортивной школы Ярослав Зайцев. И вот приветствие команды готовы к матчу. Самые первые минуты игры дают понять, схватка будет еще та. Неизвестно, кто сегодня волнуется больше – сами игроки или их родители, которые заняли почти все зрительские места на трибунах. Счет открыли игроки команды «Лидер». Шайба на счету уже опытного прошедшего тяжелейшие испытания на открытом кубке Салихарда Ивана Колотовкина. Трибуны ликуют одни от радости, другие в качестве поддержки отстающим. Но игра нравится всем – и первым, и вторым. Таких эмоций родители до сих пор пока не испытывали. Особое чувство у мам и пап игроков, защищающих ворота. Лизавета, у вас сегодня сын стоит на воротах. Да, да, да. Я очень рада, очень хорошо играет. Я молодец. Я так болею за него. Первый раз на воротах стоит? Да, первый раз и первый год ходим. Он очень любит хоккей и очень переживает, чтобы не подвести команду. Он поэтому очень старается, чтобы победить и выиграть этот хоккей, посвященный 9 маю. Сегодня как готовились? Что кушали с утра? Как настраивались на игру? Он очень переживал, чтобы не опоздать. Надо переодеться. Он эту форму одевал сегодня первый раз, чтобы не подвести команду. И поэтому он с утра очень сильно переживал, чтобы не опоздать и быть в форме, и быть спортивным сегодня. Волнение через край. Чувства мамы понять можно. Лизавета как будто сама играет вместе с сыном, посылая ему боевой настрой. Родители еще одного вратаря также сегодня неимоверно волнуются, сидя на трибунах. Семья Фоменко на матче присутствует в полном составе. Их сыну Тимофею наставник доверил ответственный пост вратарский. Даша, сегодня у вас сын на ответственном посту. Расскажите, что чувствуете? Я очень волнуюсь, потому что, во-первых, он волновался. Мы сегодня вся семья очень волновались. На самом деле, это очень ответственная миссия у него выпала. Мы первый раз вообще, то есть он первый год занимается. Мы очень переживаем. Конечно, я желаю команде победы. Я надеюсь, что они хотя бы выровняют счет в итоге. Я очень надеюсь, что Тимофей не подведет команду. Усидеть на месте не может и папа Тимофея. Каждый острый момент и далее шайба в ворота соперника, новый всплеск эмоций и гордость за команду сына. Вас зовут? Александр. Александр. Сегодня у вас сын стоит на воротах. Вообще, что чувствуете? Ну, переживаем, болеем, конечно. Просто они еще не привыкли к щиткам, им как бы неудобно, но надеюсь, со временем улучшатся результат и все будет очень хорошо. Расскажите про своего сына. Есть у него такие борцовские качества? Есть борцовские, да. Старается, трудится, очень нравится. Тренера хорошие. Желанием занимаетесь? Очень желанием, прям бежит. Замечательно. Не боитесь там травм? Нет, нет, нет. Ничего не боитесь? Ну, мужчина должен расти мужчина. Что желаете сегодня? Победы командам. Спасибо большое. Победит сильнейший. С преимуществом в одну шайбу первый период выиграл лидер. Как вы уже успели заметить, у начинающих хоккеистов, 7-8-летних ребят, страха в игре нет вообще. Смело бросаются в бой за шайбу и с тем же рвением мчатся к воротам на забивание. Одним из самых младших в команде лидерцев является 6-летний Азнаур. Несмотря на свой совсем еще юный возраст, мальчик занимается хоккеем более двух лет. На товарищеском матче к Дню Победы он также внес свой вклад, забив одну из шайб в ворота соперника. Азнаур, ты сейчас шайбу забросил. Расскажи, как тебе это удалось? Не знаю. Я быстро бегаю. Я выигрываю всех. Вы сегодня, как думаешь, победите? Да. Обязательно? Да. Хорошо. Желаю вам этого. Спасибо. Как мы уже отмечали, автором одной из забитых шайб стал также Иван Колотовкин в этой младшей команде. Он играет едва ли не впервые, ведь изначально он был в составе команды ребят 2008 года рождения. Вместе с ними он защищал честь Ярселя на открытом Кубке города Салихарда в марте. Весь Ямальский район помнит ту первую громкую победу ленингов на окружном льду. Мальчишки, вот еще помладше тебя, вот эти, ну чувствуется, что они тоже смогут скоро хорошо играть? Да. Да? Чувствуется? Что ты им пожелаешь? Пожелаю удачи и, ну, чтобы они забивали побольше голов. Кроме Вани, участниками Салихардских баталий были еще два игрока, которые сегодня на площадке в составе младших команд. Это Андрей Сирасхов и Ставр Рябов. Первый период закончился. Как вы сыграли? Хорошо. Хорошо. Нам забили, но ничего, главное – участие, а не победа. Хорошо. Ну, смотри, прошел вдруг первый период, у вас же еще два периода впереди. Как играть собираетесь? Рассказывай. Ну, я надеюсь, что мы выиграем. Так. На кого больше всего из своей команды надеешься? Кто у вас самый главный нападающий? На Андрей. На Андрея. На Андрея надеешься? Сам будешь забивать? Да. Хорошо. Какая тактика? Что вам тренер? Что нужно делать, чтобы забить его? Ну, надо объезжать противников. Так. Не надо бояться, наверное, да? Надо поднимать шайбу, чтобы сверху вратаря пролетела. А, чтобы она не по льду заходила в ворота, да? А чтобы немножко повыше поднимать, да? Ладно, давайте, удачи. Все, заходи. Готарь, аккуратно. Второй период и вновь борьба. Соперники не уступают позиции. Две шайбы поочередно легли в ворота той и другой дружин. Итогом очередного отрезка встречи стал счет 3-1 в пользу лидера. Что предвещает заключительный период? Что предвещает заключительный период, представить трудно. Пока игроки отдыхают, музыкальная пауза. Команды в это время не расслабляются, тренер дает нужные советы. Начинающим вратарю сегодня, в первом матче в своей жизни, они ой, как нужны. Их ножичка в сторону сделать, и ножичку ее здесь убивать. А ты вот так вот, вот так ставишь, вот так стоишь. Она, конечно, везде там пролетает. Поставь ее и вот просто стой. Она ударилась, ты упал и накрыл ее рукой. Итак, третий период, страсти накаляются. Счет в начале заключительного отрезка, напомним, 3-1 ведет лидер. Аслан, нужен пас! Болельщики на трибунах уже буквально сорвали голоса, поддерживая юных хоккеистов. Познакомимся еще с одной семьей. Мадина, мама нападающего леммингов, вместе с младшим сынишкой. Очень переживают за своего хоккеиста Аслана. Не такой боец он у вас прям? Старается, нравится ему, переживает очень сильно, конечно. С желанием хочешь? Очень, с большим желанием. Даже вчера вот болел у него, температура была небольшая. И то пришел на тренировку, говорит, у нас завтра игра, я не могу пропустить. Ответственно? Ответственно относится очень. У него вот была цель именно хоккей. Он два года, мы два года ждали очереди, чтобы пока дойдет. Он больше как бы вот только этим хочет заниматься. Больше как-то нет. В вашей семье еще есть? Младший у нас есть. У вас два мальчика? У нас два мальчика. На следующий год ждем очереди, тоже на хоккей хотим попасть. Как тебя зовут? Привет! О, как неожиданно. Как тебя зовут? Расскажи мне. Его зовут Ислан, он еще в садике, подготовительная группа старшая. Привет! Ты за брата болеешь? Где у вас дети, боже мой? Слушай, солнце, ну ты болеешь за брата сегодня? Болеешь? Хочешь, чтобы он выиграл? Да. Сильнее кричи громче, обязательно победит, ладно? Третий период подходит к концу, а игроки только наращивают темп игры. Мчатся вперед, забивают шайбу снова и снова. Только за последние 15 минут матча болельщики увидели 10 забитых шайб. Встреча закончилась 8-6 в пользу команды «Лидер». Участники наших соревнований сегодняшних – это дети 2009-2010 годов рождения, в основном которые у нас занимаются первый год с октября месяца. Для них это были первые соревнования, поэтому было чуть-чуть тяжеловато некоторым. И они себя проявили как бы с хорошей стороны, все бились, показали борьбу. Счет 6-8 нормальный, бойцовский счет, большого отрыва нет ни у одной команды. Отдельный слов заслуживают несомненно вратари. Ребятам выпала ответственная миссия – защищать грудью, так сказать, ворота своих команд. Но и подготовка для первых номеров той и другой дружин была особая. Вратари сегодня у нас первый раз стояли на воротах во вратарской форме, новички. То есть им понравилось, наверное, будут тренироваться дальше на этой позиции. На тренировках мы еще до этих соревнований, на тренировках, их были они предупреждены, они побольше немножечко стояли на воротах, но в хоккейной форме. Какие-то минимальные движения были показаны, ну, они психологически готовы были к тому, что они станут, им будет тяжело и нужно будет терпеть. Поэтому, ну, и выбраны были такие люди на ворота, которые терпеть могут. И так героями матча стали Артем Плесовских и Тимофей Фоменко. Их смелости можно только аплодировать. Показали себя уверенными в игре и спокойными в ситуации атаки ворот. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые очень сильно болели, поддерживали своих детей. Без них бы не получилось такой азартной игры. Впереди болельщиков ждал еще один не менее захватывающий матч – товарищеская встреча взрослых. По традиции Арктика противостояла лидеру – белые против черных. Отметим, такие матчи в преддверии Дня Победы Кирсалинские хоккеисты проводят с момента основания команды. И до сих пор победа поочередно была на стороне то белых, то черных. Вот как началась эта заключительная схватка. Первый период 4-2 ведут белые. Вторая 20-ти минутка открылась новыми голами. Белые не сбавили темп, однако лидер смог прибавить и сравнять к окончанию периода 6-6. Третий отрезок матча, как и следовало ожидать, получился весьма напряженным. Черные при равном счете смогли вырваться вперед, забив на кураже три безответных шайбы. Взятая белыми минута перерыва не помогла. Лидер продолжил наращивать отрыв. В результате итоговый счет матча 12-9. Таким получился спортивный день состоявшейся в детско-юношеской спортивной школе «Лидер» накануне 9 мая. Болельщики хоккея без привлечения смогли насладиться этой динамичной игрой, которая, к слову, невероятно популярна в нашем заполярном поселке. Сегодня ирсалинские спортсмены продолжают без устали тренироваться, чтобы в новом сезоне вновь показывать нам, болельщикам, красивую игру. Ждем новых турниров. Субтитры подогнал «Симон»!